Ну чё, друзья, понеслась. Встал я в девятом часу, поздно чё-то. Ну, вставал ещё в четыре. Ну, чё-то, блин, я задрых. Видосы писал очень долго. Надо было на два дня вперёд закинуть видосов. И что я делаю? Я решил трепануть. У меня уже неделю заготовлен кефирчик, сома. И всё не мог это. Всё, какие-то дела, какие-то ещё что-то. Потому что тебя выхлёстывает на целый день почти. Вот. И, кстати, кефир у меня был разведённый неделю назад ещё. С мёдом совсем делами. Мне очень нравится, оказывается, это липовый мёд. Он мне очень сейчас зашёл. Неделю стоит в холодильнике, не портится. Так, и я здесь где-то 27 грамм мухомора. Для себя небольшое такое открытие сделал. Кефир у меня был чуть-чуть ещё такой на грани подкишения. Полторы недели назад. Я не мог больше недели сому эту выпить. Там у меня две столовых ложки липового мёда. И липовый мёд законсервировал кефир. То есть, он не прокисший. Он кефир-кефир обычно. Только с мёдом. С хорошим количеством, да. Я знал, что мёд консервируют. Его даже использовали для перевозки знатных особ. Как я понимаю, мёдом заливали трупы. Их можно было перевозить годами. Потому что только вот так вот. Мёд. Офигенный консервант. Также он, скорее всего, наверное, консервирует мухомор. В 9 с копейками начал треповать. Сейчас уже 10-10. Короче, решил сожрать колбасы варёные. Неплохой, в принципе. И с сыром. То есть, как бутерброд сделать. И с сожженным хлебом. Всё это провалилось, как в бездну. То есть, вкус уже как таковой. Ты чувствуешь запахи неприятные, вообще мерзкие. Который бы дал болеть. Пришлось когда-то выгнать, потому что я не смог её. Запах этот. Вот. И еда, как в бездну проваливается. Бесполезно. В трипе. Так, трипую. 27 грамм. Полтора часа прошло. Я решил тело начать обливать со вчерашнего дня. Я и так 7 лет его, как говорится, обливал. А сейчас решил восстановить это дело. Несколько лет это не делал. Ну вот, полтора часа прошло. Чувствительность упала процентов на 60, наверное. Вот. Всё равно чувствуешь холод. Вот. Сводил тело пописать. Ты уже себя точно очищаешь, как тело. Потому что выход рядом. Еду какую-то нет смысла пихать, потому что она становится немножко безвкусная. Немножко просто что-то туда вовнутрь упало. Ты чувствуешь, что-то упало. Продолжаем наращивать трип. Вот я пытаюсь сейчас застабилизироваться. То есть, обычный, как все люди, после 27 грамм мухомора. А прошло сколько? Я начал с 9, да? 9 утра в 11 накрыло. Уже где-то так, да? Даже пораньше чуть-чуть. Ну и вот. Пытаюсь быть, как и все. Закажу пищу. Так. Немножко подтормаживаю. Так, мне кофе, большое капучино с миндалем, с сиропом. Здесь? Да. Только с этой крышечкой. А, с этой. Здесь есть? Сейчас. Вот немного подтормаживаю, но нормально. Я сейчас в трипе. Ощущение, как будто летишь. Потому что тело чувствуется менее на 50%. И ты такой, как бы, это. Париж. Легкое все такое. К маме в гости иду. Кофе попил. Вот иду к маме в гости. Парю. Над землей. Сейчас чувствую, что эти состояния. Вот оно. Было где-то процентов на 30. Вот раньше то, что было, да? Потому что по ощущениям. Сейчас у меня эта, как бы, позиция нормализуется. То есть я должен в этой жизни, вот в этом физическом мире, да? Чувствовать себя нормально без вот этих вот перепадов. Чтобы выглядеть как человек. Без вот этих волшебных мухоморных свойствах. И это состояние, оно должно нормализоваться полностью. Единственное, что останется, это присутствие. Останется легкость теле, вот это все. Оно уйдет, потому что оно будет постоянно присутствовать. Потому что надо же жить в этом мире. Вот. И быть все время, круглосуточно в присутствии. 7 на 24.